Продолжаем работать с темой 110.1 административные задачи по управлению Linux. Тема продолжает биться на несколько частей. Сегодня мы будем разбираться с тем, как настраивать сроки действия учетных записей. Мы немного затрагивали этот вопрос в предыдущих темах, сейчас рассмотрим поподробнее. Итак, будем разбираться с тем, как настроить срок действия учетных записей. Для начала нам нужно создать учетную запись, чтобы работать с ней, потому что у меня в системе, кроме меня, никого нет. Есть команда у нас userad, и я создам пользователя с именем Петр. Вообще, желательно здесь указать еще ключ "-m", чтобы это создало его домашний каталог, чтобы он потом мог зайти в систему. Но я этого делать не буду, и покажу вам в дальнейшем, как это поправить. То есть, создаю я пользователя Петр. Пожалуйста. Чтобы у Петра был какой-то пароль, его нужно задать командой password. Мы это все уже делали, userad и password. Это все еще не тема сегодняшнего занятия. Пароль я ему тоже сделал 1000. Готово. Теперь мы можем работать с этим пользователем. Мы с вами можем посмотреть содержимое файла теневых паролей, чтобы убедиться в том, что у нас этот пользователь создался. Да, конечно, нужно для этого права суперпользователя. И вот внизу у меня появился пользователь Петр, и у него пароль вот такой вот в зашифрованном виде. Здесь вы видите здоровый зашифрованный пароль. Не 1000. Мы уже разбираем теневые пароли. Не суть. Мы видим то, что пользователь есть, у него есть пароль. Теперь мы можем с вами заблокировать пользователя. Точно так, как в винде мы делаем правой кнопкой, например, отключить пользователя, что в Active Directory, что в локальных пользователей. Точно так же здесь мы можем сказать SuperUserDo, UserMod, модификация пользователя, минус большая буква L, заблокировать, залочить пользователя Петр. Пользователь Петр теперь заблокирован. И если мы снова посмотрим содержимое файла etc.shadow, мы видим то, что перед паролем впереди появился вот этот вот восклицательный знак. И теперь я не смогу зайти от пользователя Петра в систему, потому что у пользователя Петр учетка заблокирована. Вот я пробую. И у меня ничего не получается. Неправильный паролин говорит, это, конечно, не совсем корректное поведение нашего вот этого десктоп-менеджера, но дело в том, что у меня учетная запись заблокирована, и войти я не могу. Если я теперь пользователя разблокирую, та же самая команда UserMod, только ключ не минус L, а минус U, unlock. Кто был лок? Это unlock. Unlock Петр. Проверяем метод cshadow, увидим то, что восклицательный знак перед паролем ушел, и теперь я, по идее, должен мочь войти в систему. Но так как мы пользователю домашнюю папку не создавали, Ubuntu у нас сейчас будет циклить вот так вот на входе. Здесь, видите, я пытаюсь войти, она входит и выкидывает меня обратно. Но мы как минимум видим то, что ошибка с неправильным паролем у нас пропала. Значит, для того, чтобы пользователь Петр мог все-таки войти в систему, нам нужно воспользоваться командой makehomedir. Это, опять же, не тема сегодняшнего занятия. Тема сегодняшнего занятия исключительно вот этот lock, unlock, и сейчас мы будем проходить команду change. Но я все равно вам показываю. makehomedir helper, есть такая утилита, которая помогает создавать домашние папки с нужными параметрами, и указываю пользователя, для которого нужно создать вот эту папку. Прекрасно. Папка домашняя создалась. Теперь я пробую зайти из-под Петра, ввожу пароль, и, пожалуйста, я начинаю входить в систему. У меня сейчас наполняется там профильная папка всем необходимым. И вот я вошел в систему из-под Петра. Выйду и продолжу из-под своего пользователя возиться с Петром. Значит, мы с вами должны поговорить о том, как менять срок действия пароля пользователя. Тут несколько параметров. Вот Appstart у нас как раз исходит с ума из-за того, что нет домашнего каталога. Это стандартный бак Ubuntu. Ничего страшного. Значит, у нас есть несколько свойств паролей. В частности, через сколько нужно изменить пароль, как часто можно менять пароль и так далее. В Windows за это отвечают настройки групповых политик, доменных или локальных, неважно. Там у нас пять параметров, я насколько помню, или шесть. Сроки действия паролей, сложность пароля и хранить ли пароль в зашифрованном виде. Длина пароля и все такое. Значит, посмотрим, как это выглядит здесь у нас в Ubuntu. Да и вообще в других Linux. Есть у нас команда change, то есть change age, изменить срок. С ключом минус L лист мы можем с вами посмотреть по Петру, например, его свойства. И указано то, что последний раз пароль был изменен 13 мая 2016 года. То есть сегодня, когда я создавал эту учетку, пароль был изменен. Дальше у нас есть немножечко непонятные несколько пунктов. Мы, когда будем их менять, разберемся лучше. Но сейчас я вам их прочитаю. Значит, срок действия пароля истекает никогда. То есть пользователь может сидеть своим паролем 1000 вечно. Пароль будет деактивирован через. В данном случае речь идет скорее не о пароле, а об учетной записи. То есть через сколько после того, как истечет пароль, через сколько дней учетная запись не сможет входить в систему. Опять же, вот этот вывод, он не очень понятный. Сейчас будем с ним лучше разбираться. И срок действия учетной записи, это отдельный параметр, который говорит о том, когда учетка наша становится вот этого Петра неактивна в принципе. Вне зависимости от того, истекает у него пароль или не истекает. То есть вы можете сказать, что вы создали этого Петра на время его работы, там, я не знаю, в компании, на два месяца. И через два месяца в любом случае его учетка заблокируется. Вне зависимости от вот этих настройок пароля. Далее, минимальное количество дней между сменой пароля. Это стандартный параметр, то есть как часто пользователь может менять пароль. Сейчас стоит 0, то есть он может менять его хоть по 10 раз в день. Если мы поставим единичку, то он может менять пароль только раз в день, не чаще. Максимальное количество дней между сменой пароля. Это то, через сколько дней он обязан сменить пароль. Сейчас у нас стоит вот 10 тысяч дней. Ну, 10-100 тысяч дней. И есть отдельный параметр, количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля. То есть за сколько дней до вот этого срока предупредили пользователи о том, чтобы он сменил пароль. Не очень удобно, в винде, я считаю, это выглядит намного понятней. Значит, мы можем с вами эти параметры задать в диалоговом таком режиме. Мы можем сказать SuperUserDoChange, имя пользователя Петр. И нас по очереди сейчас все спросят. То есть минимальное действие пароля, сколько должен как минимум действовать пароль. Например, я скажу 3 дня, то есть не раньше, чем через 3 дня после последней смены пароля пользователь может менять пароль. Максимальный срок действия пароля. Например, хочу, чтобы пользователь менял пароль каждые 30 дней. Указал. Далее, последний раз пароль был изменен. Этот параметр можно оставить по умолчанию, но вдруг мы сейчас задаем какие-то новые параметры. Мы можем сказать то, что, ну мы считаем то, что пользователь последний раз менял пароль неделю назад. И всех пользователей привести к единому знаменателю тем самым, например. Чтобы у них у всех был одинаковый срок действия пароля. Мы этого сейчас делать не будем. Видите, вы можете указать в стандартном формате год, месяц, день. И тогда это все будет указано. Далее, предупреждать о сроке истечении сроки действия пароля. То есть, за сколько дней до того, как пароль будет истекать. То есть, вот за 7 дней до истечения вот этих 30, он будет нас предупреждать. Сейчас стоит 7, давайте за 5 дней будем предупреждать. Далее, деактивировать учетную запись через. Вот это интересный параметр. По умолчанию ставить значение минус 1, то есть, учетная запись не деактивируется, в принципе. Мы можем изменить этот параметр, скажем, на неделю. Давайте посмотрим, что нам это даст. И дата истечения срока действия учетной записи в целом. Опять же, видите, не совсем понятный перевод. То есть, у нас есть деактивировать учетную запись и дата истечения срока действия учетной записи. Несколько дублирующиеся параметры. Вот эта вот нижняя часть, это то, когда у нас учетная запись в любом случае будет отключена. Сейчас она вообще у нас не будет отключена, значение минус 1. Мы можем сказать то, что, скажем, в 2016 году, в 6 месяце, в первом числе, у нас эту учетную запись, пожалуйста, заблокируй. Значит, мы сейчас это в диалоговом режиме указали. Нам проще будет посмотреть теперь эти параметры и понять, что мы все-таки указали. Значит, сейчас у нас указано то, что пароль был изменен 13 мая 2016. Вот этот параметр, мы его не меняли. Срок действия пароля истекает. Истекает аж почти через месяц, 12 июня. Вот это действие, 30 дней. То есть, через 30 дней у нас истекает пароль. Вот этот заданный параметр. Далее, после того, как пароль истечет, у нас есть еще 5 дней до деактивации учетной записи. То есть, пароль истек, как бы все плохо, но Linux нам дает еще возможность вот здесь вот 5 дней работать с этим паролем. То есть, 12 июня пароль истекает, но деактивирован он будет через 5 дней, аж 19 июня. То есть, вот здесь я задал этот параметр. В этом особенность Linux, то, что когда пароль истекает, вы еще можете работать несколько дней. Вы можете указать здесь это значение. Вы можете поставить вот здесь вот 0, и тогда пароль будет у вас деактивирован в тот же день, когда он истечет. Далее, я вот здесь вот задал значение, то, что 1 июня 2016 года учетная запись у меня окончается в любом случае. И вот здесь у меня об этом есть информация. И простые значения, то, что минимальное количество дней между сменой пароля 3 дня, максимальное количество между сменой пароля 30 дней, и за 5 дней до деактивации у меня будет предупреждение. То есть, вот в таком виде не очень понятно, что происходит. После того, как мы с вами вбили, вы можете вот здесь вот разобраться. Я вам в конспекте распишу каждый из этих паролей поподробнее из параметров. Вообще, чтобы вот так вот в диалоговом режиме эти параметры не менять, вы можете посмотреть команду change. Я не знаю, как у нас в LPE просят указывать все эти сроки действия. И здесь у нас есть отдельные ключи, через которые вы можете устанавливать каждое значение отдельно. Через сколько учетная запись становится неактивной, через сколько у вас истекает учетная запись пользователя в целом. То есть, вот здесь вы можете указывать через ключ определенный каждое из тех значений, которые мы сейчас указали в диалоговом режиме, чтобы все их не пробегать. И теперь еще один момент, который нас в LPE не требует, но с практической точки зрения это важно. То есть, мы с вами сейчас посмотрели, как менять вот эти свойства устаревания паролей и учетной записи индивидуально для отдельного пользователя. Если вы хотите изменить глобальные параметры, у нас есть файл etc.login.devs. Этого не должны спрашивать в LPE, но я вам его покажу. И в этом файле есть куча параметров, которые отвечают в частности за сроки действия учетных записей. Например, минимальная длина пароля, максимальная длина пароля. Здесь куча параметров. Здесь есть параметры, которые отвечают за то, как часто менять пароль, за сколько дней предупреждать и так далее. То есть, вот в этом файле есть глобальные параметры. Причем здесь не все опции указаны, некоторые можно дописывать. Надо погуглить только какие. И есть еще один момент интересный. Если вы хотите в режиме реального времени сейчас изменить свойства для всех учетных записей, какое-нибудь одно, есть интересная конструкция, я вам ее показывать не буду, нам рано еще знать, которая берет из файла etc.password свойства учетной записи и передает их команде change по конвейеру. Тем самым мы достаем все учетки, которые нам нужны из системы и задаем им значение change какой-нибудь переменной. Немножко сложное для восприятия занятие, но вы должны обязательно попробовать руками создать пользователя и поменять эти параметры устаревания учетной записи, иначе вам будет тяжело понять, какие цифры за что отвечают. Так что обязательно повторяйте. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего.